Не успели новости с колёс раскрыть ближайшие перспективы автозавода «Урал», как портал «Дром» добыл свежую порцию интереснейших подробностей. Итак, издание уточняет, что многие грузовики российской марки оснащались импортными коробками, мостами и раздатками. В частности, в Миасе ставили механические коробки CF, а на совсем тяжёлые самосвалы — автоматы американской фирмы Ellison. Сейчас тяжёлые механические коробки немецкого производителя планируется заменить китайскими агрегатами Fast Gear, на которые почти тотально перешёл белорусский МАЗ. За океанским автоматическим трансмиссием также нашлась поднебесная альтернатива неназванного пока поставщика. Вместо европейских тормозных камер, рулевых механизмов, антиблокировочной системы, кондиционеров, отопителей и светотехники удалось оперативно подобрать отечественные аналоги из России и Белоруссии. Что касается двигателей, то Урал продолжает использовать продукцию Ярославского моторного завода. Правда, всем агрегатам, включая представителей современной 536-й серии, пришлось просесть до норм Евро-2. Так, ЯМЗ-536 заполучил блок управления от московской фирмы Ителма — топливную аппаратуру от барнаульского завода АСПИ, а вместо электронной педали газа примерил самую обычную — механическую. Не менее любопытно, что бескапотные Уралы, которые оснащаются модернизированной кабиной от старого тягача Ивека Турбостар, удалось адаптировать под классические V-образные двигатели ЯМЗ-236 и 238. Сейчас такая антикризисная машина проходит сертификацию. Но самое интересное — в Миасе готовятся выпустить универсальный бескапотный кабинный модуль, современный, удобный и относительно недорогой. Его разработкой займется сторонний подрядчик, скорее всего из Китая или Индии. Под свежую кабину планируется принципиально новая модель грузовика — дорожный седельный тягач, который удивит необычной для уральской техники компоновкой, строго задним приводом, двухскатной ошиновкой и пневматической подвеской — этакий КАМАЗ серии К4. При должном качестве такой автомобиль станет серьезным конкурентом, КАМским тягачам, особенно учитывая, что семейство К4 больше никогда не вернется на КАМАЗовский конвейер. Связанная новость — Ярославский моторный завод готовится расширить гамму продукции. Так, рядные «шестерки» ЯМЗ-536 объемом 6,6 литра планируется существенно увеличить литраж. На выходе получится 8-литровый вариант мощностью до 360 сил. Такой должен заинтересовать Минский и уральские автозаводы, а заодно отечественных производителей автобусов.